нет более величественного и грандиозного сооружения во всем мире из цельного куска гранита чем александровская колонна в санкт-петербурге вес тела колонны более 600 тонн длина 25 с половиной метров год завершения строительства 1834 год предыдущем фильме был упомянут шотландский инженер александр макдональд и его гранитный завод в абердине который к 30-м годам 19 века только-только научился обрабатывать гранит экономически целесообразным способом с помощью паровых машин и высокопрочных инструментов из закаленной стали он был пионером в области промышленной обработки гранита а до него обработка гранита ручными инструментами считалось нерентабельной и как следствие тонкой обработкой гранита например шлифовкой в европе до 19 века никто не занимался гранит использовался только в качестве грубых блоков для фундаментов мостов акведуков и брусчатки блоки для которой получали путем раскалывания крупных блоков на блоки меньших размеров в то же самое время в санкт-петербурге уже стояли отполированные до зеркального блеска 56 гранитных колонн интерьера казанского собора изготовленной коллегой александра макдональда каменщиком воятелям самсоном сухановым 1811 году который довел способ ломания гранита до чрезвычайной простоты и легкости как об этом сказано в источнике 1834 года и с помощью этого хитрого и секретного способа штамповал многотонные гранитные колонны как сосиски уж простите меня за такое сравнение не исключено что суханов был всего лишь мастером или бригадиром строителей на которого повесили авторство половины питерского гранита первой половины девятнадцатого века а истинным разработчиком загадочного способа легкого и простого ломания гранита мог быть совершенно другой человек профессионально занимающийся химией и минералогией одним из таких посвященных в тайну питерского гранита мог быть академик российской академии наук герман иванович гесс в брошюре об употреблении гранита в санкт-петербурге она кстати вышла в год завершения строительства александровской колонны было высказано мнение академика гесса о свойствах красного финляндского гранита из которого она колонна и изготовлена цитирую господин академик гесс основываясь на замечании митчерлиха имеется ввиду немецкий ученый химик эйльхант митчерлих что оси кристаллов при повышении и понижении температуры увеличиваются и уменьшаются в длине их полагает что гранит состоящий из кристаллических зерен удобнее разрушается нежели мелкозернистый гранит и далее сказывают что при разрушении крупнозернистого финляндского гранита происходит иногда сильный треск подобный звуку производимому пороховым взрывом разрушающийся и иногда почти рыхлый гранит по большей части с латолитом заключающийся в нем известен финляндии под именем рапа киви подобный сему гранит встречается и в окрестностях санкт-петербургских иногда большими глыбами коих составные минералы никакой почти связи между собой не имеют и удобно рукой отделяются конец цитаты рапа киви в переводе с финского означает гнилой камень и именно из этого гнилого камня высечена александровская колонна очевидно что гранитная колонна была не высечена а изготовлена иным способом а рисунки монферрана что колонны якобы высекались прямо в карьере это обман общественности чтобы сохранить в тайне секрет питерского гранита пусть все думают что он натуральный академик гест даже не намекает а прямым текстом говорит что крупнозернистый гранит рапа киви удобнее других видов или сортов гранита разделяется на зерна кристаллы вот вам и разгадка питерского гранита второй половины 18 века и практически всего 19 века его использовали не в натуральном виде как его создала сама природа да и инструментов тогда еще для тонкой обработки его не было а как сырье для получения зерен кристаллов из которых в дальнейшем изготавливался искусственный гранит а легкий и простой способ ломания гранита видимо состоял в том что сперва гранит нагревали о чем говорит академик гес а потом просто охлаждали например обливали холодной водой или выставляли на холодный морозный воздух от чего он взрывался сильным треском подобно пороховому взрыву кстати гранит в русском языке слово иностранное и до него использовалось другое слово дресс вяник читаем словарь академии российской 1809 года издания дресс вяник камень удобно в дрессу обращающийся адрес во это части распавшегося дикого камня от жжения или от воздуха то есть начале 19 века в россии гранитом называли камень который легко распадается на зерна кристаллы его составляющие в этом и заключалась его главное полезное свойство для человека того времени а сейчас самое время поговорить о старшей сестре александровской колонны на этом рисунке изображены пять самых высоких триумфальных колонн в мире по состоянию на 1836 год две из них выполнены из гранита александровская колонна общая высота почти 34 метра и колонна помпея в александрии египетской 27 метров что тоже немало вот как об этой колонне высказался томас селман достаточно известное свое время английский писатель историк и географ издававшийся на разных европейских языках это его нидерландское издание тело колонны представляет из себя цельный кусок гранита или мрамора или смеси которая по прочности и красоте не уступает мрамору и далее он выражает свое недоумение каким образом такое большое и тяжелое чудовище как он назвал эту колонну люди могли передвигать по суше и по морю в чем он сильно сомневается что ее вообще куда-либо перевозили и объясняет ее происхождение следующим образом дословно это дает повод думать что древние особенно египтяне умели отливать и имитировать камень превосходящий самый лучший мрамор который дает природа да это мнение всего лишь историка и географа но она имела под собой основания может быть внешний вид колонны вызвал у него такие подозрения или египетская каменная посуда дала ему повод сделать вывод что если египтяне могли имитировать натуральный камень в малом в этой посуде то что и могло помешать сделать то же самое и с большими предметами например изготовить колонну или обелиск как будто бы из натурального гранита кстати египетскую каменную посуду томас селман мог видеть и в европе куда ее экспортировал египет в девятнадцатом веке о чем уже было сказано в предыдущем фильме и так мы имеем две самые большие колонны из цельного куска гранита и обе с подозрением что гранит из которого они выполнены не натуральный а искусственный причем описание александрийской колонны и другие гранитных объектов санкт-петербурга из красного финского гранита рапа киви сопровождается замечанием что этот вид гранита наиболее удобно разделяется на зерна осталось только выяснить как эти зерна заново соединяли таким образом что искусственный гранит на их основе выглядел как натуральный о чем мы и поговорим в следующем фильме